Здравствуйте, ребята! Меня зовут Лишенко Ольга Васильевна. Мы начинаем с вами урок русского языка. Для этого урока нам понадобится ручка, тетрадь и учебник. Итак, на этом уроке мы прочитаем стихотворение «Солнце вышло на работу». Повторим тему, имя существительное. Будем учиться отвечать на вопросы «Куда?» и «Где?». Давайте мы пофантазируем. Конечно же, все любят путешествовать, в том числе и вы. Мы любим гулять в парке, отдыхать на море, а в дни карантина это особенно ощущается. Нехватка перемещения, свободы движения. Давайте пофантазируем, куда бы вы пошли после карантина. Чтобы вы ответили правильно на этот вопрос, вы можете обратить внимание на таблицу в учебнике на странице 108. Или же посмотрите на экран. Обратите внимание, что отвечая на вопрос «Куда?» Это лес. Мы идём куда? В лес. Мы были где? В лесу. Это речка. Мы идём куда? На речку. Мы были где? На речке. Это озеро. Мы идём куда? На озеро. Мы были где? На озере. Обратите внимание, что отвечая на вопрос «Куда?» У существительных в мужском роде слово остаётся без изменения, то есть у него нулевое окончание. То же самое происходит и со словом «в среднем роде». Оно остаётся без изменения. Мы используем окончание «о». А вот слово женского рода изменилось, у него появилось окончание «у». Смотрим дальше. Если вы заметили, то отвечая на вопрос «Где?», все слова изменили свои окончания. С прошлого года вы знаете, что обычно все слова, которые отвечают на вопрос «Где?», имеют окончание «е». Но иногда у существительных мужского рода бывает окончание «у». Эти слова надо просто запомнить. Даю вам подсказку. Чаще всего это очень короткие слова. Например, лес в лесу. Порт в порту. Пол на полу. Шкаф в шкафу. Итак, потренируемся. Дополните предложение по образцу, используя таблицу. Выделяем красным цветом окончание. Остановите ролик и выполните письменно это задание. Образец. Мы идём на выставку. Мы идём на выставку. Мы были где? На выставке. Мы идём в лес. Мы были где? Они едут в город. Они были где? Я еду в деревню. Я был где? Он едет на море. Он был где? Проверяем. Мы идём в лес. Мы были где? В лесу. Они едут в город. Они были где? В городе. Я еду в деревню. Я был в деревне. Он едет на море. Он был на море. Продолжаем. Допишите предложение. Упражнение номер семь на странице сто девять. Летом ребята поедут куда? Они хорошо отдыхали где? Там они часто будут ходить куда? Ребята будут купаться и загорать где? Давайте попробуем проверить. Летом ребята поедут на экскурсию. Они хорошо отдыхали в лесу. Там они часто будут ходить на море. Ребята будут купаться и загорать на реке. Куда идёт девочка? Где сейчас девочка? Девочка идёт в школу. Девочка в школе. В школу и в школе. Обратите внимание. Где и куда? Рассмотрите рисунки. Попробуйте к ним задать вопросы со словами где и куда. Давайте мы проверим, что у вас могло получиться. Куда ходили дети? Отвечаем на этот вопрос. Дети ходили на выставку. Где были дети? Дети были на выставке. Второй рисунок. Подумайте, выполните и проверим. Куда пошёл мальчик? Мальчик пошёл в библиотеку. Где был мальчик? Мальчик был в библиотеке. Рассмотрите третий рисунок. Подумайте и проверим. Куда приехала семья? Семья приехала в гостиницу. Где была семья? Семья была в гостинице. Ребята, вы сегодня молодцы. Поработали очень хорошо. У вас есть индивидуальное задание. Попробуйте ответить на эти вопросы. Ответы обсудите с мамой. Куда мы пойдём после карантина? Куда мы поедем летом? Где мы будем отдыхать на выходных? Где можно посмотреть картины известных молдавских художников? Давайте с вами поиграем. Совсем скоро закончится наш учебный год. Давайте с вами прочитаем об этом стихотворении. Но в этом стихотворении будет пропущено одно слово. Послушайте внимательно его и дополните словом, которое было пропущено. Прошла зима, прошла весна, теперь нас что-то ждёт. Какое слово пропущено? Проверяем? Учебный кончен год. Мы веселимся и поём. Прошла зима, прошла весна, Теперь нас лето ждёт. А с чем у вас ассоциируется лето? Какие ассоциации у вас вызывает солнце? Какое солнце? Что делает солнце? Проверяем. Какое солнце? Большое, яркое, горячее, блестящее, весеннее, вечернее, зимнее, июньское, летнее, майское и другие. Что делает лето? Светит, греет, прячется, выходит, просыпается, встаёт, садится, уходит, будет, согревает, припекает, освещает. Или другие варианты. Мы с вами сегодня прочитаем интересное стихотворение, но давайте сначала познакомимся с новыми словами. Я читаю по-русски, а перевод вы видите на слайде. Освещает, пруд, заросли, серебристую, золотит. Итак, ребята, я прочитаю это стихотворение, а потом вы сможете остановить этот ролик и тоже потренироваться читать это стихотворение выразительно. Итак, слушаем внимательно. Вышло солнце на работу, льёт на землю, по золоту, освещает всё вокруг, и дома, и пруд, и луг. Будет в зарослях лягушек, согревает всех зверюшек, пьёт и в поле, и в лесу серебристую росу. Росу наполняет соком сладким солнце, овощи на грядках, груши, яблоки в садах, золотит, зерно в полях. Давайте мы с вами проверим, правильно ли вы поняли текст. Попробуйте найти ответы в учебнике. Куда вышло солнце и что оно льёт? Я вам помогу. Вышло солнце на работу, льёт на землю, по золоту. Что освещает и кого будет солнце? Освещает землю, будет лягушек. Кого оно согревает? Согревает всех зверюшек. Что пьёт солнце и чем наполняет овощи и фрукты? Пьёт серебристую росу, наполняет соком овощи и фрукты. Как вы понимаете, следующее выражение. Золотит зерно в полях. Это выражение означает, что зерно в полях созревает. Индивидуальное задание. Потренируйтесь красиво читать это стихотворение. А после урока расскажите, что вы узнали о солнце. Ребята, на этом наш урок подходит к концу. Наш разговор о лите мы продолжим и на следующих уроках. Я говорю вам до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин